Всем привет, это Камчатка Онлайн. Что попалось в камчатские соцсеточки на этой неделе? Давайте посмотрим вместе. Короткая рабочая неделька для многих прошла на расслабонию. И знаете, это сказалось на улове из соцсетей. Ну, мужчинам низкую интернет-активность можно простить. Сначала три дня они отмечали, да еще как, с огоньком. Иногда даже приходилось остужать свой пыл. Сразу предупреждают трюки, выполненные профессиональными моржами. Или, как их назвали в комментариях, сивучими. Так что без подготовки лучше в Авачинскую бухту не нырять, а то вдруг там простатит и импотенция. На одном подвиге мужчины не остановились и, отбросив новенькие носки и бритвы, отправились толкать автобусы. И он уехал, да, без нас? Вы тоже его слышали? Ах, этот женский смех одобрения. Да, бывает и такой. Дамы по обе стороны экрана просто в восторге от мужской мощи. Слушайте, зачем в городе обновлять автопарк? Так заглох автобус и сразу мужчину настоящего встретишь. Хотя, может, автобус и не сломался, а просто на экологичном топливе. Кстати, об экологии. В Петропавловске появится первая зарядная станция для электрокаров. И, судя по комментариям, пара-тройка камчатцев уже готовы пересесть на экологичный транспорт. Да, больше-то и не надо, а то займут все розетки. В общем, Илон Маск, приветики. Смотрите, какая компания собралась. Мне сразу песенка вспомнилась. Где ослик, суслик, паукан? Ну, дальше вы знаете. За что зверушек выставили на мороз, неизвестно. Но в комментариях одни выступают в защиту плюшевых, другие пишут, что могли бы повесить их и поинтереснее. А некоторые пользователи фото не оценили. Мол, снимать что ли больше нечего. А как вам такой жанр городской фотографии? Не успели мы отойти от землетрясения, как подоспели новости от вулкана. В Ключевской и Авачинске активничают. И у жителей полуострова только один вопрос – бахнут или нет. Официальные источники рекомендуют сохранять спокойствие. Чем, собственно, камчатцы и занимаются. Нашему дзену позавидовал бы сам Будда. Зачем бояться, если все равно умрем? Помните, как все грустили, что не успели купить доллары по 30? Так вот, камчатцы сейчас жалеют, что не купили помидоры за 200. Из-за коронавируса с прилавков пропали относительно дешевые китайские овощи и фрукты. Люди, конечно, расстроились, особенно вегетарианцы. Мясо теперь как-то выгоднее стало есть. Тем более, отмечают пользователи, у азербайджанских овощей запах какой-то странный появился. Барыжничество, что ли? Камчатцы, конечно, не отчаиваются, ведь капусту, картошку, черемшу еще никто не отменял. И даже все как-то сплотились, делятся друг с другом местами, где еще можно урвать продукцию с Поднебесной. Если знаете, тоже напишите. Будем туда коллективные шоппинг-туры запускать. Я ведь неспроста сегодня говорила, что как-то после праздников сбавили мы темпы. Мало видосиков было мало. Хорошо, что есть блогеры и артисты, которые шумно и гурьбой прилетели на Берингию. Вот они-то нам хронометраж и закроют. А мы вместе с ними давайте удивимся и полюбуемся родными красотами. Просто огромные. Они такие огромные, как подводные лодки. Вы просто посмотрите на это. Боже! Классно, да? А вот и нет, ответили суровые камчатцы. Сначала выучите, как тут у нас, что называется, а потом и прилетайте, считают некоторые земляки. Ох и досталось Ане Семенович за гейзером. По самые горы. Ну ничего, артистки быстро все объяснили, обещала исправиться. Вы знаете, мои дорогие, ну что я вам хочу сказать. Вот моя ванна с солью. Значит, это сопки. Я тут, значит, солью рассыпала, Аннушка масло разлила. Курочек своих вывезла. Идите сюда, курочки мои. Хоть отмою их. На этом все. Подписывайтесь на Камчатку онлайн в Инстаграме. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно, присылайте свои интересные фото и видео в Дире. Обсудим их вместе уже на следующей неделе. С вами была Татьяна Ворсина. Чао-мяо. Если скоро день рождения, Вы приходите к нам скорее. Героев много, выбирай смелей. Любого вечеринок столько. Мы на все готовы. Мы пати ферма. Мы пати ферма. Мы пати ферма. Пати, 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 пати.